Мотопробег И его дочерних обществ, партнеров, а также авиакомпаний Многие не в первый раз Так, например, Алексей Лунегов присоединяется к колонии пятый год подряд А вместе с ним и его супруга Светлана Илья Волков тоже один из постоянных участников мотопробега Рассказывает, что такие памятные мероприятия сегодня особенно важны Предыдущие разы были на другом мотоцикле Третий раз уже в данном аппарате Важно это потому, что то, что сделали наши предки, наши бабушки, дедушки Такой подвиг тяжело забыть Его надо помнить, передавать покорениям Я, собственно говоря, сегодня участвую с дочерью Предыдущие разы были с супругой Мотопробеги первый раз, поэтому сейчас пытаюсь все узнать Понять, как все, чтобы быть в теме, так сказать Сама недавно была в этом виде спорта Занималась мотокроссом Честно, очень радовалась А это еще один участник мотопробега Его место на пассажирском сидении Он талисман мотоклуба аэропорта Шереметьево Утяж? У тебя утяж зовут Для каждого мотоциклетный спорт больше, чем просто увлечение Но главное, все участники здесь ради того, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил мирное небо над головой Мой дед воевал на фронтах И начал от Москвы И получил ранения Поэтому для меня это дорого Для меня это память И участвуя в этом мотопробеге Частичка моей души Передается и пробегу И тем героям, и тем участникам войны Которые отдавали свои жизни Расстояние маршрута мотопробега в этом году значительно увеличили Его протяженность 154 километра Неизменным осталось то, что точки остановок – это места боевой славы Где традиционно участники просоединяются к памятным митингам И возлагают к мемориалам цветы и венки Все под эгидой мотоклуба Шереметьево Вот собрались сегодня здесь Чтобы посетить память павших за свободу и независимость нашей Родины И отметить День Победы Возглавляет колонну генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко В этом году к мотопробегу присоединилось более 120 человек С каждым годом, рассказывают организаторы Участников становится все больше Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров Новости Химки-ТВ Новости Химки-ТВ Новости Химки-ТВ Новости Химки-ТВ Новости Химки-ТВ Новости Химки-ТВ Новости Химки-ТВ